Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Сейчас во многих СМИ обсуждают эти военные действия в Кельбаджаре. Там уже почти настоящие бои начались. И вот сейчас статью нашел. Провокации в Кельбаджарском районе. Какую игру затеяла Армения? Сейчас зачитаю вам, обсудим. Приграничный террор. Вот, правильное название в статье написали. То, что происходит сегодня на государственной границе Азербайджана и Армении. Вполне заслуживает такого определения. Уже в конце минувшей недели армянский снайпер застрелил азербайджанского солдата. Впервые после окончания войны. А сообщения о новых и новых инцидентах приходят с пугающей регулярностью. Причем обстрелы становятся все более интенсивными. Что раньше такого не случалось. Это уже не случайность. Правильно пишут. Если раньше палили стрелковое оружие. Ну да, только автоматов там. То теперь в ход пошли гранатометы уже. Как бы это тоже стандартный арсенал пехотинца. Но сам факт роста интенсивности огня и, скажем так, укропнения калибра налицо. Ну уже артиллерию там уже подтягивают. Уже у меня ролики там есть. И это уже по-настоящему опасно. Особенно если учесть, что одновременно Армения отказывается работать над мирным договором. Усиливает войну слов. И открыто подтверждает свои претензии на Карабах. Все это очень мало похоже на спонтанные инциденты. Уже неделю назад СМИ начали продавливать новости. Якобы зловредные азербайджанцы забросали камнями армянские машины на участки армянской стратегической автотрассы, проходящей по азербайджанской территории. Том сам, где местные националисты до ужаса... Армянских националистов до ужаса нервировал плакат «Добро пожаловать в Азербайджан». Не говоря уже о том, что процесс демилитации, демаркации границ вообще вызывает Армении настоящую истерику. Ведь Азербайджану здесь необходимо терять незаконно прихватизированной территории. Это, так сказать, программа минимум. А программа максимум сорвать вообще процесс послевоенного регулирования, который идет не по ереванскому сценарию. И совсем хорошо, если по мысли ревианских стратегов удастся втянуть конфликт ДКБ, чьи гарантии уже включаются на государственные границы или Францию, чье поведение на Южном Кавказе становится все более отклоняющимся. Наконец, есть сугубо военная составляющая. А, есть сугубо военная составляющая. Кельбажарский район недавно освобожден от армянской оккупации. А значит, оборудовать позиции, создавать инстраструктуру, налаживать путь снабжения азербайджанской армии приходится с нуля. Неудивительно, что в Армении сошли это удачным сезоном провокации. Да, сейчас азербайджанские водослужащие налаживают структуру, границы там ставят свои знаки, что там Азербайджан. Армянам не нравится, они начинают провоцировать, обстреливать. Намеренно оставим в стороне число военных, военные результаты армянской игры с огнем. Так, хотя эвакуация с границы сотрудников армянских гонородных предприятий дает пищу для размышления. В общем, тут очень большая статья. Ереман вообще сейчас не хочет сделать никакие выводы и постоянно обстреливает территорию Азербайджана. И вот сейчас тут статью нашел такую, написал Михайлов. Армяне могут стрелять только из-за спины миротворцев. Михайлов, да, сейчас статьи такие интересные опубликовывает. Сейчас я вам зачитаю. По мнению экспертов, подлые провокации подрывают усилия России по наведению мира в зоне соприкосновения. Ереман пытается спровоцировать Баку нанести удар с возможной гибелью россиян. Москва это понимает. Ты никак не угомонишься. Я же тебе показал, как надо стрелять. Эта знаменитая фраза должна быть лозунгом для армян, который требует реванша. Мы же показали, как нужно воевать. И ходят слухи, что армяне хотят, чтобы военные действия вновь возобновились. Какая вероятность этого? Российские миротворцы тут пишут уже меньше, уже не 5 лет, а 4 года будут охранять безопасность карабахских армян. Однако за спиной русских, хотя и армяне, провоцируют азербайджанцев на военные действия. Как передает зеркало, обратилась к российскому политологу Михайлову, который оценил вероятность масштабных военных действий. По его словам, армянские войны только за спиной миротворцев и могут наносить провокационные удары. На что способны вояки этой республики в открытом противостоянии мы наблюдали в период 44-дневной войны. Подлые провокации подрывают усилия России по наведению мира в зоне соприкосновения. Масштабные боевые действия, на мой взгляд, вряд ли возобновятся. Разве что в случае профилактической предислокации российских миротворцев, защита спинами, привыкли укрываться провокаты, в результате которых без захода на территорию сопредельного государства Баку нанесет удар возмездия. А, он пишет, что все-таки Азербайджан может нанести удар возмездия. Эксперт считает, что Ереван пытается спровоцировать, нанести Баку удар с возможностью гибели россиян. Москва это прекрасно понимает. А, и вот в чем дело Михайлов, как правильно все это обосновал. В общем, армяне провоцируют азербайджанцев, азербайджанцы нанесут удар, и может быть во время, ну как сказать, атаки на армян погибнут россияне. И после этого в Ереване будет все. Скандал, крик, паника, убили российских миротворцев, азербайджанцы. Все. А, Путину сразу доклад. А, вон как раз Путин, да, тут вот он вылез. Ну и вот и все, и будет конфликт сейчас между Азербайджаном и Россией, чтобы поссорить две страны. Так, все правильно. А Москва это все понимает. Ну, Путин, конечно, он не дурак, он все понимает. Но, к сожалению, гарантия безопасности для этого неэффективного государственного образования нуждает Москву вести очень аккуратную политику, которая, на мой взгляд, после происходящих приграничных провокаций может кардинально ужесточиться не в пользу Еревана, заключил Михайлов. Ну да, да, да. Вот Пашинян провоцирует Азербайджан и Хамалиева на ответные меры. А если, не дай бог, Ильхам Алиев запустит там авиации, дроны, и во время обстрела погибнут российские моротворцы, Путину, конечно, это не понравится, что, мол, погибли там во время боев россияне. Ну вот такая система, да, что сейчас происходит на границе Армении-Азербайджана. Ну все, ребята, всем спасибо, всем пока. Не знаю, сегодня уже, наверное, роликов не будет. Извините, что я не комментирую, не ставлю там сердечки. У меня времени нет, очень много дел, летом всякие проблемы. Так что всем спасибо, всем пока, до новых встреч.